Странствия пандавов 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 Выслушав просьбу Бимы, созвал он других ракшасов, и подхватили те ракшасы пандовов, а сам Гататкача, ослабевшую Друупади. И понеслись они по воздуху, Ламаша же отказался от помощи сей, и летел он сам, несомый своей подвижнической силы. Миновав многие страны, узрели они Кайласу, величайшую из гор, полную разных чудес. Неподалеку от нее предстала их взору обитель Наранарайны, окруженная дивными, вечно цветущими и плодоносящими деревьями. Приблизившись к той обители, спустились великие духом герои с плеч ракшасов. Благодатный край этот был лишен мрака, и в то же время недоступен палящим лучам солнца. Здесь не знали таких невзгод, как голод и жажда, холод и жара, и жили здесь святые мудрецы, посвятившие себя изучению ветм. Радостно встретили они гостей, поднесли им, как полагается, воду, цветы и плоды, те же приняли почести со всем смирением. Шесть дней прожили сыны Кунти и Мадри вместе с брахманами, ублажая богов и души предков. После чего направились они дальше. Иногда шли они сами, а иногда летели на Гадаткаче и его ракшасах. Однажды, направляясь по просьбе прекрасной Дроупади к удаленному озеру, встретился Бимасена с другим могучим сыном Ва и Бога Ветра с Хануманом. Велика была радость единокровных братьев, когда узнали они друг друга. Долгое время провели они в беседе, а при расставании обещал царь Обезьян Пандовым свою помощь. Прибывая на знамени Арджуны, будет он во время сражения сокрушать врагов криком своим. Много еще исходили дорог, лишившиеся царства своего Пандовы. Много было у неукротимого воина Бимасены сражений с ракшасами и якшами. И вот сказал однажды царь Юдхиштхира братьям своим. Благополучно прошли четыре года нашей жизни в лесах. По слову Индры, царя богов, должен Арджуна провести на небесах пять лет, а затем появится он на вершине Швете. Пойдем же и мы на эту великую гору, чтобы встретить сокрушителя недругов, властителя Гандивы, когда вернется он с оружием богов в этот мир. Нисколько не мешкая, отправился славный царь в пути вместе с братьями своими, а также с Драупади и Ламашей, сопровождаемый сыном Хидимбы Гататкачем и другими ракшасами на север, в края, где в изобилии водились слоны, тигры и львы. Благополучно миновали странники бесчисленные преграды и добрались они до Швете. Величественная эта гора уходила головой в облака и сама была подобна скоплению облаков. Двинувшись дальше, углубились отважные герои в лес Гандха-Андону, дарующие усладу сердцу и уму, и направились к прекрасной, окруженной вечно плодоносящими деревьями, обители царя-отшельника Арштишены. Приблизившись к мудрецу, чьи грехи сгорели в пламени покаяния, Йодхиштьера почтительно поклонился и назвал свое имя. Затем подошли и братья его, и Драупади. Искушенный в Дхарме, старец узнал, благодаря дару провидения, сынов Панду. Знал он также и о злоключениях их и странствиях. Радостно приветствовал он лучших из рода Куру, сказав в конце. Живите в этой обители, о лучшие из Пандовов, до появления Арджуны. Вкушайте изобильно растущие здесь плоды. Живите, как вам хочется. Развлекайтесь, как вам понравится. Наступит время, когда ты, о Йодхиштьхира, первый из воинов, будешь править всей землей. Выслушав приглашение неизмеримо могущественного Арштишены, поселились те быки из Бхаратов в его обители. И провели они там пятый год своего изгнания, слушая удивительные повести, которые рассказывал им Ламаша. Гадаткача же удалился вместе с Ракшисами, сказав на прощание. В нужный час я обязательно вернусь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok